С приходом сентября за парты сели не только школьники, но и пенсионеры. Первое в этом году занятие кружка филийной гиперной вышивки прошло в Центре Забота. Этот, казалось бы, забытый вид рукоделия обрел здесь вторую жизнь. Расскажет об этом Александра Шарлова. Стержень на палец, вот так вот, между как бы ими, и на два сюда пальца, под большой палец, затем свободный накид делаю. Затем пара ловких движений челноком, подтянуть, и первая петелька сетки для будущей вышивки готова. На первый взгляд все просто, но очень важно запомнить, как проходит челнок между пальцами рукодельницы. Волокжанка Валентина Никуличева это искусство только начала постигать, поэтому получается не все. Но ради результата, считает она, стоит постараться. Не могу запомнить все, как правильно держать нитки, булки ставить. Но трудности-то не боитесь? Нет, не боюсь. Сложновато, но думаю, все. Научился. Узоры красивые, в общем, такая ажурность, легкость. Кружок филейно-гиперной вышивки работает в Центре заботы уже третий год. За это время его руководитель Аполлинария Ваганова передала свое мастерство уже 15 ученицам. Говорит о такой популярности, казалось бы, забытого рукоделия, могла только мечтать. В этом году в кружок записались 9 новичков. Из-за дачных хлопот первый урок многие пропустили, но в течение сентября будут нагонять все вместе. Это сначала вяжем, плетем сетку, а потом уже, когда сетка сплетена уже, тогда начинаем вышивать. Вышивать уже в пяльцах, в пяльце, пяльцы такие, заказываем пяльцы, и вот специальные. Всего же в Центре заботы работает более 60 кружков. Это не только традиционные виды рукоделий, но и спорт, история, здоровый образ жизни и многое другое. Только с начала этого года Центр посетили более 38 тысяч вологодских пенсионеров. И многие из них сейчас готовятся к большому празднику, который состоится в октябре и будет посвящен третьему дню рождения Центра забота.